Девушки отдыхают В нескольких милях от назначенной боевой позиции Ему предстояло участвовать в первых испытаниях макета новой баллистической ракеты «Булава» Неожиданно корабли охранения сообщили об обнаружении иностранной подлодки На ее перехват были направлены противолодочные самолеты 403-го авиационного полка Выполнили взлет и прибыли в район, выставили поле и на поле буев была обнаружена лодка Несмотря на умелые маневрирования субмарины, авиаторы-североморцы Несколько часов непрерывно следили за ним, пока не вытеснили за пределы полигона Испытания ракеты «Булава» прошли успешно Позже, после анализа зафиксированных шумов, удалось выяснить, что непрошенной гостьей Оказалась американская многоцелевая подлодка типа «Лос-Анджелес» Ее разведывательные действия сорвали самолеты Ил-38 И я глубоко убежден, что здесь нет другого типа самолета, четырехмоторного, винтового Что очень важно для этих задач, задач патрулирования, отслеживания В течение четырех десятилетий самолет Ил-38, созданный в КБ имени Сергея Ильюшина Исправно несет службу в составе военно-морского флота России Легендой в морской авиации называют самолет Ил-38 По надежности и эффективности в решении задач противолодочной обороны Ему нет равных в мире Не случайно он стал настоящей грозой иностранных субмарин Находить подводные лодки под толщей воды Он может по изменению гидроакустического и магнитного полей Для уничтожения атомных ракетоносцев типа Огайо Самолет располагает пятью тоннами вооружения Включая ядерные глубинные бомбы и торпеды, противолодочные ракеты и мины В нашем фильме мы впервые расскажем о роли Сталина и Хрущева в судьбе самолета Ил-38 О том, как его экипажи срывали ракетные атаки подлодок НАТО в годы Холодной войны И какой сюрприз приготовили конструкторы нарушителям российских морских рубежей Морской змей Алгуст 1947 года, Москва На традиционном авиапараде в Тушино, подаваться и зрителям Над трибунами пролетел необычно большой самолет Так состоялся первый публичный показ опытного пассажирского лайнера Ил-18 По характеристикам он опередил свое время Быстроходные, вместительные, комфортабельные, самолеты для миллионов Испытания подтвердили, что эта машина может успешно конкурировать с американскими самолетами такого же типа Уже летавшими тогда регулярно через Атлантику Самолет Ил-18 впервые в СССР имел герметичный дизюляж и четыре поршневых двигателя Это позволяло ему перевозить на большой высоте и скорости в четыре раза больше пассажиров, чем его предшественнику Ил-12 Дебют нового самолета не остался незамеченным После воздушного парада в Тушино Сергей Илюшин и ведущий летчик-испытатель КБ Владимир Кокенаки были вызваны в Кремль к Сталину Глава страны задал всего один вопрос Сколько пассажиров может перевозить их новый самолет? Сергей Илюшин ответил, что 70 человек Глава страны резко заметил Каждый разбившийся самолет, на котором погиб хоть один человек Это большая трагедия А у вас здесь 70 Не дай бог, что случится Я рекомендую вам не продолжать работу над этим самолетом Так на 10 лет было остановлено проектирование в нашей стране 1-го Ил-18-го В начале 50-х годов противоборство между СССР и США в холодной войне В любую минуту могло перерасти в войну атомной Но по числу ядерных бомб Советский Союз отставал от Соединенных Штатов в 60 раз А по самолетам-носителям более чем в 100 раз Поэтому правительство СССР отдавало предпочтение строительству дальних бомбардировщиков КБ Андрея Туполева, ТУ-4 Часто допускают очень грубую ошибку Когда говорят, что у нас не было соревнований Между конструкторским бюро, оно было В 1953 году после смерти Сталина Советский Союз возглавил Никита Крущев Он сделал ставку на ракетную технику И многие самолеты пустили под нож Но для официальных визитов за рубеж Глава страны потребовал от авиаконструкторов Создать новую презентабельную машину-салон Эту задачу быстро решило КБ Олега Антонову Так появился самолет Ан-10 А Сергей Ильюшин в инициативном порядке Начал работать над народным пассажирским лайнером Новый самолет спроектировали на базе поршневого Ил-18 всего за год Главным конструктором, теперь уже турбовинтовой машины Стал соратник Ильюшина Виктор Бугайский Которого затем сменил Яков Кутепов Когда Ил-18 был готов, выяснилось Что самолет-салон Антонова Ан-10 Уже не устраивает руководство страны И в 1957 году Никите Крущеву Предложили ознакомиться с новым лайнером Ильюшина Показ проходил в очень узком кругу Присутствовал Сергей Владимирович Ильюшин Виктор Никитич Бугайский Первый заместитель Ваш покорный слугал В то время был секретарем парткома Никита Сергеевич приехал с Екатериной Алексеевной Фурцевой Ил-18 произвел на Хрущева столь неизгладимые впечатления Что поначалу ему даже хотели дать собственное имя Ил-18 собирались назвать Москвой И обсуждался этот вопрос как раз во время визита Никиты Сергеевича Ну и пришли к выводу, что Москвой самолет называть не надо Самолеты будут продаваться за рубеж Продал Москву, купил Москву, как-то не звучит Поэтому так он остался, самолетом Ил-18 После показа из пассажирского самолета сделали прекрасный салон для руководства страны Вот Никита Сергеевич любил карельскую березу и зеленую обивку Вот вы заходите в самолет Там все сделано из карельской березы Специальный салон, конечно, сделан Вот и зеленая обивка 4 июля 1957 года состоялся первый полет самолета Ил-18 Большая дальность, высокая надежность, вместимость и комфорт Позволили ему стать самым популярным лайнером мира Из 550 выпущенных самолетов 150 купили 17 зарубежных авиакомпаний В 1958 году на международной выставке Брюсселя Лайнер Ил-18 был удостоен золотой медали И надолго стал не только правительственным Но и подлинно народным пассажирским самолетом Он установил ряд мировых рекордов И проложил воздушные трассы на все континенты планеты Советское правительство решило оказать продовольственную помощь Народу республики Конго Которая подверглась военной интервенции со стороны колонизаторов Первую партию продовольствия из Москвы в столицу Конго Леопольд-2 Доставят воздушные корабли Ил-18 Заслуги Сергея Илюшина в создании самолета Ил-18 Были отмечены второй звездой героя социалистического труда И ленинской премии Лайнер пережил все аналогичные машины первого поколения И до сих пор находится в строю В конце 50-х годов ведущие флоты стран НАТО Стали активно строить атомные подводные лодки Неограниченная дальность плавания И возможность скрытно наносить удары по противнику на больших удалениях от побережья Делали их незаменимыми в борьбе за господство в мировом океане Это вызывало серьезную озабоченность у руководства Советского Союза Совершенно секретно 21 апреля 1959 года Москва первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву В США успешно проведен наземный пуск баллистической ракеты Polaris A1 Ее дальность полета составила 2200 километров 16 подобных ракет планируется установить на атомных подводных лодках проекта Скорпион Их выход к территориальным водам СССР создаст угрозу промышленным центрам Председатель КГБ СССР Александр Шелепин Уже в декабре 1959 года советское правительство поручило Ленинградскому НИИ-753 впоследствии переименованному в научно-исследовательский институт системы техники создать авиационную радиогидроакустическую систему поиска и обнаружения подлодок вверх Ее основу впервые должна была составить бортовая вычислительная машина Самолет должен двигаться по какой-то определенной траектории Мы должны сбрасывать средства поиска, буи Должна осуществляться обработка информации Самолет должен правильно выходить в точку сброса оружия и так далее И эту задачу нельзя было решить не из-за использования вычислительной техники Вот первая отечественная машина на борту Это пламя, она была в составе Беркута Через год, в июне 60-го, правительство приняло решение о создании в КБ Сергея Ильюшина специального самолета противолодочной обороны Ил-38 Именно он предназначался для борьбы с иностранными ракетными субмаринами в дальней зоне и должен был нести на борту систему Беркута Летом 1960 года конструкторы выбрали основы для нового противолодочного самолета Ил-38 Им стал проверенный турбовинтовой Ил-18 берегового базирования с большой дальностью полета и временем баражирования над морем Мы практически из каждой пассажирской машины делали военный вариант Не избежал этого и самолета Ил-18 Эскизный проект будущего самолета выполнил отдел Виктора Германова В нем начинал свою конструкторскую деятельность и молодой специалист Радий Попковский впоследствии ставший лауреатом Ленинской премии Всего это было на 6 человек вместе с Германовым Вот эта группа создала этот эскизный проект И по нему уже в 1961 году был сделан самолет Вот такие темпы тогда были Чтобы разместить на новом самолете систему Беркут и ударное вооружение Конструкторы освободили пассажирский салон и перенесли крылья на 3 метра вперед Это позволило создать два вместительных бомбоотсека Под фюзеляжем смонтировали РЛС Было создан отсек для операторов, где располагалось основное оборудование Доработана топливная система Практически заново сделана энергетика То есть самолет подвергся большим изменениям Средства спасения были сделаны Нижний люк, а наверху располагался плот Для поиска подлодок в хвостовой части фюзеляжа под килем установили магнитометр Он представляет собой прибор с феромагнитным сердечником и тремя обмотками При пролете самолета на малой высоте над морем Магнитометр регистрирует изменения магнитного поля земли Вызываемые металлическим корпусом субмарины И выдает сигнал на индикатор штурмана оператора После чего экипаж сбрасывает маркерный буй, который яркой краской обозначает место ее обнаружения По нему надводные корабли или противолодочные самолеты находят и уничтожают подводную лодку противника Одним самолетом искать подводную лодку магнитометром это малоэффективно Мы на севере стали применять, сразу склонились к этому способу Это групповой поиск Три пары, шестерка самолета Это уже порядка полтора километра на хват И вот шестеркой, да, шестеркой давал свой результат Основным средством поиска подводов Уилл-38 стали сбрасываемые радиогидроакустические бунты Их, как и торпеды, специально создавали для этого самолета Буи первого типа ненаправленные Их гидрофоны принимают только шумы субмарин Буи второго типа направленного действия Они уже определяют перенги подлодок и передают на борт самолета Наиболее сложными были буи РГБ-3 По сути, это мини-гидроакустические станции, работающие в пассивно-активном режиме Выбор буев осуществляется экипажем в зависимости от боевой задачи В поисковом варианте самолет может взять более 200 единиц Любопытно, что в советское время стоимость 14-килограммового буи РГБ-1 Равнялась по цене цветному телевизору А вот гигант РГБ-3, весивший 190 килограммов и снятый с вооружения Был сравним по цене с автомашиной «Волга» Нетрудно посчитать, во сколько обходился в советское время Только один вылет Ил-38 на поиски иностранной подводной лодки В начале 60-х годов пять атомных ракетоносцев американских ВМС типа «Эттен-Аллен» Были вооружены новым комплексом «Поларис-А-2» Первую ступень ракеты увеличили и выполнили из легкого стеклопластика Поэтому ее дальность возросла до 2800 километров В военно-морских силах Соединенных Штатов Америки имеется 41 атомная ракетная подводная лодка На каждой подводной лодке имеется 16 пусковых шахт для размещения ракет Для каждой подводной лодки имеется два сменных экипажа, которые поочередно несут службу на лодке Осознавая, что для борьбы с подобными целями крайне необходим новый противолодочный самолет Конструкторы ОКБ Ильюшина на полгода раньше установленного срока 27 сентября 1961 года Выпустили на испытание первый Ил-38 Испытания проводились уже в Кировском Это 40 километров от Феодосии Главным конструктором самолета Ил-38 Сергей Ильюшин вновь назначил Якова Кутепова Летные испытания машины проходили без эксцессов и близились к концу А система Беркут все еще не была готова Ленинградские конструкторы первыми в мире решали тяжелейшую задачу До сих пор все, так сказать, информационные системы самолетов Ну, там, истребители и так далее, радиолокаторы и так далее Они, как правило, используются как самостоятельные системы, отдельно А здесь нужно было завязать это все в комплекс И предоставить оператору информацию Достаточно для поиска поражения, слежения за подводной лодкой Командировки в Феодосию затягивались Но и в этом ильюшинцы научились находить приятное В минуту досуга авиаторы осваивали премудрости местной рыбалки Самое интересное, на Беломорканал ловили бычка На Беломорканал отрываешь табак, окурок Вот, бычка ловить, это же удовольствие Более пяти лет понадобилось конструкторам НИИ системы техники Для создания поисково-прицельной системы Беркута В августе 1966 года ее испытания были успешно завершены Внедрив на борт самолета вычислительную машину Советские специалисты на два года опередили американских коллег Установивших подобную технику на патрульном самолете Ориона Создание Беркута произвело революцию в авиации Но обошлось государству крупную сумму Я прилетел в Феодосию И там совещание было, оно уже на предмет постановки на вооружение И вот один из командного состава штурманского С украинской фамилией Он, значит, когда ему дали слово Он говорит, ха, уси, уси, усиси, гроши Яки на изделии 38 отдали Да отдали бы хохлам Они бы все моря и океаны шапками вычерпали И на дне бы лежали и корабли, и подводные лодки 23 декабря 1967 года на московском заводе «Знамя труда» Был создан первый серийный самолет Ил-38 Со следующего года новые машины стали поступать в авиационный полк ВВС Северного флота Которым командовал Виктор Потапов 8 марта пролетел этот самолет А 19-го мы уже начали летать на этом самолете Я всегда с радостью вылетал на каждом самолете нового типа, на котором летал Поэтому это ощущение, ну, радости, ощущение того, что я вот освоил совершенно новый самолет Не только как летательный аппарат, но еще и как комплекс, который предназначен для борьбы с атомными ракетными подводными лодками противника Позже новые самолеты получили тихоокеанцы и балтийцы За создание сложного бортового комплекса Ил-38 Сергей Ильюшин, Яков Кутепов и ряд конструкторов были отмечены государственными премиями В ударном варианте Ил-38 несет до 140 радиогидроакустических буев различного типа и две самонаводящихся торпеды или противолодочных ракеты Один самолет способен контролировать площадь океана в 12 тысяч квадратных километров Это примерно третья часть Азовского моря Обнаружить подводную лодку противника, движущуюся со скоростью 40 узлов, он может на глубине 400 метров и следить за ней 6 часов Затем экипаж самолета передает контакт с ней корабельной поисково-ударной группе или поражает ее своими средствами В самый пик холодной войны на самолеты Ил-38 легла основная нагрузка по снижению за иностранными подлодками В начале 70-х уникальный случай произошел у противолодочников Тихоокеанского флота И когда наши экипажи самолетов Ил-38 следили за своей подводной лодкой в Охотском море То стали цели раздваиваться Часть экипажей стала следить за одной подводной лодкой, часть стала за другой подводной лодкой И когда стали обрабатывать материалы, доложили главкома, он говорит, поставьте им оценку отлично Мне нравится, как они следили Но только после этого мы разобрались, что следили они за японской подводной лодкой Типа Узусева, которая была одновальной Имела хорошие характеристики, но находилась в Охотском море По-видимому, в целях обмена опытом Вскоре районы боевого патрулирования американских подводных ракетоносцев Отодвинулись от советских границ Строго конфиденциально 30 марта 1971 года Вашингтон Президенту США Ричарду Никсону Первая атомная подводная лодка Джеймс Мэдисон вышла на боевое патрулирование в Атлантике На ее борту находится 16 новых ракет Посейдона Каждая несет по 10 ядерных боеголовок с дальностью полета 4600 километров Министр обороны США Мелвин Лейл До 1972 года в Советском Союзе успели выпустить 58 самолетов Ил-38 В их судьбу вновь вмешались туполевские машины Новый противолодочный Ту-142 был создан на базе бомбардировщика Ту-95 И имел дальность полета более 12,5 тысяч километров Что превосходило показатели Ил-38 Именно этим самолетом командование советского ВМФ Отвело ударную роль в борьбе с подводными носителями новейших ракет Посейдон Когда уже пошли серийные самолеты Ту-142 Когда на них новые комплексы стали ставиться Вот комплекс Коршун Когда были уже два полка 142-х Один на севере, другой на Тихоокеанском флоте Потом на севере еще один полк 142-х был сформирован Дивизия противолодочная впервые в военно-воздушных силах Была на северном флоте 35-е Чтобы увеличить дальность полета Ил-38 Военно-промышленная комиссия решила установить на них Новый поисковый комплекс Коршун Системы ближней навигации и дозаправки в воздухе Один из самолетов оборудовали топливной штангой А второй подвесным агрегатом Испытания состоялись в первой половине 70-х годов Был такой агрегат специальный Он носил кличку Сахалин Или УПАС И значит, с него выпускался шланг Длиной, он, вариации разные были Там в районе 28 метров И когда шланг выпускался Надо было подходить близко к самолету Вот чаще всего И на всех самолетах Идет срыв с предыдущего Струя И как-то конус колышется Тогда трудно делать У нас это, так сказать Конструкторы поработали этот вариант Что конус у нас практически ровно стоял Несмотря на хорошие результаты испытаний От модернизации Ил-38 отказались Системой воздушной дозаправки оборудовали самолеты Ту-142 Они стали выполнять задачи противолодочной обороны В океанской зоне свыше 6 тысяч километров В дальней морской зоне до 2,5 тысяч километров Действовали самолеты Ил-38 А в ближней летающие лодки Бе-12 и вертолеты В 1978 году Попытались остановить комплекс дозаправки топлива в полете И американские конструкторы На патрульном Орионе Но дальше эксперимента Дело у них не пошло Еще на стадии проектирования Советские военные моряки Предлагали Сергею Ильюшину Вооружить самолет Ил-38 пушками и ракетами Однако конструктор отказался Аргументировав тем, что крылья не рассчитаны на подобную нагрузку Зато базовый Ил-18 Подошел авиаторам для создания еще четырех военных модификаций Среди них самолет измерительный пункт Ил-20 И воздушный пункт управления Ил-22 Но особое отношение у летчиков К противолодочному Ил-38 На этом самолете я летаю 30 лет Замечательная машина Я бы, конечно, конструктору золотой памятник поставил За его характеристики, за его надежность Ну и летный состав, который на нем летает Он просто влюблен в него В декабре 1971 года После введения Пакистана морской блокады Индии Между ними вспыхнул вооруженный конфликт В ходе боевых действий Индийские корабли потопили крылатыми ракетами советского производства Пакистанские Сминецки тральщики Добилось успеха и авиации С урегулированием конфликта Правительство Индии закупило у Советского Союза Пять противолодочных самолетов Ил-38 Это отличалось уже, конечно И после долгих очень переговоров сложных Получили контракт Чтобы приблизить противолодочные самолеты Ил-38 К районам патрулирования субмарин и авианосных группировок НАТО С начала 70-х годов Их стали привлекать для несения боевого дежурства за рубежом Первыми были освоены аэродромы Египта, Йемена, Этиопии и Ливии Существовало мнение, что впереди авианосных групп Следуют впереди подводные лодки И им нужно проверить, соответствует ли это действительности Наши экипажи выполняли на удалении по курсу этих авианосных групп Поиск с магнитометрами Мало известно, что в заграничных командировках самолеты Ил-38 Не несли ударного вооружения и в целях маскировки не имели советских опознавательных знаков Экипажи одевались в гражданские костюмы Нередко советские морские летчики становились невольными заложниками горячих событий Своим вторым днем рождения называют противолодочники-тихоокеанцы 25 мая 1984 года В этот день на рассвете советский авиаотряд, базирующийся на аэродроме Осмара, подвергся вооруженному нападению Ликвидировав охрану эфиопской национальной гвардии, эритрейские сепаратисты прорвались на летное поле А затем практически в упор с 20 метров расстреляли советские военно-транспортные самолеты и вертолеты Часть из них сгорела Лишь по счастливой случайности не пострадали два самолета Ил-38 и их экипажи После этого случая охрану аэродрома стали осуществлять только советские военнослужащие 5 апреля 1986 года в западном Берлине ливийские террористы взорвали бомбу на дискотеке Ля Белле Пострадали более 50 американских военнослужащих В ответ США провели против Ливии воздушную операцию «Каньон Эль-Дорадо» 16 апреля 160 бомбардировщиков нанесли удары по городам Бенгази и Триполи На столичной авиабазе «Майтига» в это время дежурили два советских самолета Ил-38 ВВС Балтийского хлопа Американцы нанесли удар, но ни одна ракета не упала вблизи нашего самолета Были поражены цели на безопасных от нас расстояниях Авиации США удалось уничтожить три ливийских военно-транспортных самолета Ил-76 Как бывший тихоокеанец старшей группы подполковник Олег Сукоркин Помнил эфиопский урок и принял меры по защите подчиненных Организовал срочно, в связи с этим, легкую оборону стали копать щель для укрытия личного состава нашего А копать было нечем, лопат не было, никто туда с лопатами не летал на этот аэродром Огород не собирались сажать, поэтому мисками, то чем, ну короче, щель была выкопана Весь день прошел в ожидании повторных атак американских ВВС Но их не последовало, и советские летчики провели очередную ночь в гостинице Утром на аэродроме ливийцы покорили их своей смекалкой Когда приехали, там со всего аэродрома сгребли на тот пятак, где стояли наши самолеты Всю свою технику рядом То есть они сразу поняли, что планы наносить удар по нашей группе американцев не было Поэтому под нашу защиту они стояли, но правда больше ударов не повторилось После этого конфликта полеты Ил-38 в Ливию на некоторое время были прекращены Поиск кораблей НАТО в Средиземном море советские авиаторы стали выполнять с сирийского аэродрома Тихо За весь период использования авиации мы имели порядка 170 обнаружений в подводных лодках Слежение за ними составляло от полутора до двух с половиной часов Это уж там точно были иностранные подводные лодки Долгое время самолет Ил-38 считался настолько секретным, что его разрешили показать в известном художественном фильме В случае в квадрате 36-80 только под видом американского Ориона Прямо по корме наблюдаю цель Воздушная номер 2 Орион Гарпун, я Океан Русские хотят сбросить на лодку Тернера аварийно-спасательную партию Что я должен делать, сэр? Закрыть русским дорогу к Тернеру Бортовой две тройки Докладывать дистанцию до русского заправщика Когда киносъемки закончились, у авиаторов-североморцев, самолет которых был показан в фильме, возникли серьезные проблемы Чтобы это было похоже в фильме, его надо было раскрасить Ну а для того, чтобы эта краска не осталась, эти знаки Потом можно было смыть Нашли простую какую-то краску, которая первая упавшаяся была Нанесли опознавательные знаки И он участвовал в киносъемках Его снимали в самолет Ну а по окончании инженерно-технический состав начал краску смывать, а она не смывается Очень долго тер и в конце концов ее смыли Но следы от этой краски остались, от таких опознавательных знаков Ну еще лет 15, наверное, самолет с ней не так и летал 7 апреля 1987 года в Норвежском море затонул советский атомоход-комсомолец Первыми на помощь подводникам прилетели самолеты Ил-38 Сброшенные ими плоты спасли жизни 30 членов экипажа Этот эпизод был обыгран в другом художественном фильме 72 метра Давай После распада Советского Союза и последовавшего за ним экономического кризиса Полеты самолетов Ил-38 за рубеж были прекращены С сокращением российских вооруженных сил расформировали и многие полки морской авиации Из противолодочных сил, благодаря высокой надежности и эффективности Главным образом уцелели самолеты Ил-38 Сохранила эти машины и Индия, которая в 2001 году предложила КБ имени Ильюшина их модернизировать Мы провели вот эти ремонты на нашем заводе, а не на ремонтном Потому что там была трудность с переделкой нижней части фюзеляжа 3 июля 2003 года на бывшем центральном аэродроме имени Фрунзе в Москве Состоялось историческое событие С него взлетел последний самолет Это был противолодочный Ил-38 Именно ему довелось закрыть почти вековую летопись полетов со знаменитого Хадынского поля Являющегося колыбелью российской авиации На этих редких кадрах вы видите, как это происходило После доработок на заводе КБ имени Ильюшина Полковник Владимир Иринарков перегнал самолет в Жуковский Где на нем продолжились работы по модернизации Мало кто знает, что начавшаяся застройка аэродрома жилыми домами Чуть не сорвала вылет Слева у полосы буквально 10-15 метров котлован Глубиной метров 10 уже был вырод И уже там начиналось возведение сооружения Арматура торчала выше уровня земли метров на 5 Пришлось понервничать В условиях государственного недофинансирования Авиаконструкторы сумели продлить ресурс самолета Ил-38 на 15 лет А НИИ система техники, входящая в холдинг Ленинец Поставил на него совершенно новое оборудование пятого поколения Не имеющее аналогов в мире Для замены комплекса Беркут создана новейшая поисково-прицельная система морской змей Ее сердцем стал уникальный быстродействующий компьютер Кроме обнаружения подводных лодок Электронный мозг способен определять местоположение самолета И управлять его полетом Компьютер способен засекать воздушные аппараты на дальности до 90 километров А корабли до 320 При этом система одновременно удерживает в поле зрения 32 надводные или подводные цели При автоматическом сопровождении главной из них Компьютер обеспечивает работу РЛС И вычисляет вероятность поражения противника выбранными средствами После чего он выдает сигналы на сброс бомб, ракет или торпед Экипажу остается только контролировать работу аппаратуры Источниками получения данных о противнике в комплексе морской змей Является 7 мощных информационных систем Впервые на самолете Ил-38 установлено оборудование теплотелевизионной и радиотехнической разведки В США подобную аппаратуру предполагается разместить на самолетах П-8А только в 2013 году Помимо двух штурманов-операторов, управлять комплексом морской змей Теперь сможет и штурман-навигатор По существу у нас на этом самолете столько же электроники, сколько на корабле Большую часть информационных систем делаем сами Внутри одной нашей компании Впервые противолодочный Ил-38 получил и две противокорабельные ракеты Х-35 У вас есть уникальная возможность видеть их испытательные пуски И наблюдать поражение условного фрегата противника Новые системы, установленные на самолете Ил-38, сделали его многофункциональным Теперь он способен выполнять не только ударные и патрульные задачи Но и даже природоохранный мониторинг побережья и океана 12 января 2006 года Авиационный комплекс имени Ильюшина Поставил Индии первые доработанные Ил-38СД И получил о них самые высокие отзывы На очереди под модернизацию конструкторов И российские противолодочные самолеты Для них на базе «Морского змея» Конструкторы создали более мощную поисково-прицельную систему «Новелла» Представьте, что здесь баскирует У него произвел, что он на 54-е набирает Ноябрь 2006 года, Франция С полигона «Бискарос» впервые была запущена новая межконтинентальная ракета М-51 С шестью ядерными боеголовками и дальностью полета 8 тысяч километров В ближайшие годы по 16 таких ракет планируется установить на четырех новейших атомных ракетоносцах типа «Триумфатор» В перспективе будут заменены и четыре британских ракетных субмарины класса «Авангард» Их оснастят модернизированными американскими комплексами «Трайден-2» Вопреки договору СНВ-1, США не предоставляют России информацию об их испытаниях и о боевых характеристиках новых ракет Чтобы восстановить баланс сил, наша страна вынуждена заботиться о создании перспективных противолодочных средств, в том числе и авиационных Ну мы смотрим сейчас нашу же платформу, ну например на самолете Ил-114 Его можно было сделать, я бы сказал, разведывательным ударным, патрульным ударным самолетом По мнению экспертов, предложение авиаконструкторов позволит российскому военно-морскому флоту сохранить свой боевой потенциал на годы вперед Великий авиаконструктор Сергей Илюшин говорил, что главный девиз его фирмы делать не экзотику, а простые и надежные самолеты По качеству они должны быть конкурентоспособными и никому не уступать на мировом рынке Ведь самолет, как и ребенка, не только производят на свет, но и воспитывают всю жизнь Благодаря модернизации воздушного корабля Ил-38, Илюшинцам удалось в два раза расширить боевые возможности противолодочной машины И продлить ее сроки службы Это позволило конструкторам сосредоточиться на создании новых самолетов, которые в третьем тысячелетии будут прикрывать морские границы России Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова